психология прочно вошла в нашу жизнь и я надеюсь что это надолго обилие тренингов школ коучи и самих психологов позволяет надеяться что скоро все мы будем здоровы и тебя вылечит и тебя тоже вылечит и меня вылечит к сожалению рядом с психологией как и с любой наукой всегда есть место около научным теориям и шарлатанство а как вообще психология соотносится с генеалогией если у этих двух наук точки пересечения определенно есть мы как и первый раз целоваться узнать о истории своего рода дальше чем три поколения можно только один раз потом уже можно разбираться и вникать искать дальше но шок первых открытий это уникальная и неповторимая эмоция соответственно можно на этом пути получить и травмы чересчур увлечься стать генеалогически зависимым вы удивитесь на таких людей больше чем кажется условно говоря это плюшки над генеалогией которые все собирают и собирают факты о своих родственниках даже которые уже с трудом родственники а главное не разбираются зачем им эти факты просто собирают а можно примерить на себя судьбу прадеда и сойти с ума приняв все его темные стороны и плохие события в жизни за свои темные стороны и перспективы кстати от обратного бывают травмы от незнания невозможности узнать о своих даже биологических родителей и необходимости прожить всю свою жизнь с нулевой точкой отсчета это раньше история семьи подчеркивала статус сейчас генеалогический поиск это приложение к поиску себя своей идентичности сугубо индивидуальная практика объяснить как психология воспринимает генеалогию я попросила эксперта лану сосновскую повести писателя советского времени джинги зайдматова описаны манкурты это люди которых заставляли забыть кто они и откуда кем были их предки выросли в стране где сначала разрушили все до основания потом пытались построить на руинах новый мир не похожи ли и мы порой на таких манкуртов не зная никого из родни дальше мама и папа на данный счастливый момент времени это выбор каждого знать своих предков поддерживать связь с ныне с раздущими или отстраниться на нибудь и мы с вами станем прошлыми наши потомки также будут спрашивать зачем знание своих корней еще один момент это то что люди просто хотят знать свою историю чтобы в ней не было в этой истории дальних предков и запретить это просто невозможно это заполняет порой пустоты которые мы ощущаем себе самому согласитесь кто не знает истории встречи родителей да почти каждый из благодаря этому появились на свет и каждый из нас есть еще такой момент как психологическая проблема замалчивание истории семьи очень часто многие дети страдают от того что родители чего-то ими договаривают что-то скрывают не говорят все как есть это касается собственной истории семьи и родословной порой не какие-то неблаговетные поступки кого-то из рода просто замалчивали о них молчат нет лжи но и памяти нет и этот человек исчезает что ими движет что руководит и почему люди поступают именно так здесь хочется привести фразу нитше это было сказала память этого не могло быть сказала гордость и память осталась часто недоговоренность семье приводит к скандалам ссор психологическому отдалению детей от родителей знание своей родовой истории дает чувство единения принадлежности к сообществу придает силу и поддержку своего рода очень важен этот факт что человек нуждается в определении себя в родовой системе общества это нужно прежде всего для того чтобы человек чувствовал себя намного уютнее и увереннее познание истории своего рода, делать его более уверенным и сильным. Ведь он в этом мире не одинок, у него есть семья, есть предки. Лана не только опытный психолог, но и тета-практик. У неё есть своя точка зрения на то, почему традиционная психология не раскрывает взаимоотношения человека с его прошлым. Давайте обратимся к источнику. Психология. В переводе с греческого это наука о душе. Психо-логос. Ни в одном учебнике классической традиционной психологии мы не найдём трактовку о душе. Да, в вузах нас учат философия, но ни один педагог, преподающий в вузе, не соединил воедино. Нам читают огромный курс лекций по анатомии, физиологии человека. Мы рассматриваем в мельчайших подробностях мозг, нейроны, связи, но где этот нейрон связывается с той самой психо, мы с вами так и не нашли. Ну, заканчивая такое длинное предисловие, я могу сказать о психологии рода. Тело уходит с умершим предком, но остаётся энергия. И именно энергия передаётся потомкам. Тело каждого человека — это энергия прошлых воплощений. А это есть мысли, действия, деятельность. И, собственно говоря, вот это энергия наших предков. Поэтому от предков мы только через душу слышим отклик. Я не из тех людей, которые бегут прочь при слове «энергия» и «душа» вне контекста физики и религии. Но, с другой стороны, не могу полностью согласиться с точкой зрения Ланы. Любая идея о том, что есть течение, теория, практика, которая может объяснить больше, гораздо больше, чем наука — это шарлатанство. В той степени, в какой она пытается претендовать на всеобъемлющесть. То есть, чем больше пытается объяснить, тем в большей степени это шарлатанство. Впрочем, научные споры об истине и мифах должны вести специалисты. Очевидно, нельзя не согласиться с Ланой в том, что традиционная психология не отвечает на вопросы, связанные с поиском и пониманием человеком своего прошлого. Метод психологической расстановки по членам семьи, практикующийся сейчас психологами, и любые другие психологические методы, так или иначе упоминающие слово «род», уже на грани психологической традиционной науки. И уже могут считаться эзотерическими, околонаучными и так далее. Возможно, здесь нет объемной темы для исследований. Я буду очень рада услышать мнение психологического сообщества на тему этого видео. С другой стороны, если нет такого вопроса, как связь генеалогия и психология, если на этом месте нет никакой перспективы исследований, то как же быть, например, с такими ответвлениями психологии, как психология спорта? Где спортсмены, играющие, допустим, на поле, и где кушетка? И в то же время это серьезный раздел психологии. Есть учебники, ведутся исследования.